Фраза «серые будни» уж точно не подойдет для алматинского бомонда. На то они и звезды, чтобы сиять 7 дней подряд. Вот и на этот раз обычный вечер украсили модели и новые идеи дизайнеров Казахстана. Стойте, стойте, Шабунин! А это «Товердзян»? Два показа? Все верно, не успели главные модные площадки страны завершить сезон показов, как вновь несколько дизайнеров в один вечер предъявили миру свой взгляд на моду. На «Товердзян» просто у меня не хватило сил. Он еще даже не начался. А потом Сергей, наш близкий друг, и мы очень давно друг друга знаем работа, но мы не могли не прийти, это естественно, потому что у него всегда шикарная коллекция. Он талантливый дизайнер, и он делает очень много интересного и хорошего. Дизайнер Сергей Шабунин по праву считается мастером своего дела. Он отучился и на портного женских платьях, и на художника-модельера, а с начала 2000-х его постоянными клиентками и музами были Айжа Нурмагомбетова и Ситора Назарова. А потому неудивительно, что эти звезды сидели в первых рядах. Пока модели Шабунина демонстрировали коллекцию «Осень-зима-2017-2018» неподалеку, но все же на другом мероприятии, Татьяна Товердзян, выпускница Миланского института моды, своим гостям представила последнее творение, при просмотре которого образ Твиги не выходил из головы. Под свет софитов и конфетти, под музыку и овации, дизайнеры скромно кланятся и принимают поздравления. Скажите, показ прошел так же, как вы хотели? Спасибо большое. Ну, на 95% я удовлетворена. Были некоторые технические заминки, но, в принципе, я довольна. Я думаю, что он прошел хорошо. Если говорить об этой коллекции, то вдохновили католические соборы, то есть их витражи, католические вышивки. Меня вдохновили дивы конца 60-х, начало 70-х годов. Мне очень нравится этот стиль. Я люблю историю моды, и мне нравятся джеки. Я сама люблю одеваться, как Джеки Кеннеди. От какого дизайнера? Я не от себя одет. Всю одежду я ношу свою. Я очень капризна, требовательна. И сегодня я тоже, конечно, в своем. В трех словах описать увиденное нелегко, учитывая, насколько пестрило роскошью и красотой все вокруг. Но гости показа все же попытались это сделать. Гениально, стильно, вкусно. Вот так в трех словах. Я считаю, что мастер действительно очень талантлив. Я благодарна людям, которые меня пригласили на этот показ. Это, ну, я впервые сталкиваюсь с его творениями. И действительно видно высокий профессионализм. Помимо высокой креативности, высокий профессионализм. В трех словах это роскошно, возвышенно, ну и, наверное, музыкально. Я просто добавлю свою какую-то нотку в это. Дело в том, что с Сережей мы уже давно сотрудничаем, лет пять точно. И впервые он мне создал костюм, в котором я выступала с Дидье Моруани. Посмотреть такое, конечно, не всем удается. Ведь это не площадки для дебютантов, а отдельные единоличные монопоказы. Неделя мода, она дает возможность расширить аудиторию покупателей. Ну, естественно, чтобы еще увидели новые средства массовой информации, что это за дизайнер. Когда человек делает монопоказ, он приглашает только тех, с кем он работает. И это узко. Они хотят таким образом, ну, в хорошем понимании, выделиться. Это их право. И здесь еще самый главный ответ – это вопрос бюджета. Понимаете? Если человек может себе позволить монопоказ, значит, у него все в порядке с деньгами, с бюджетом. Тут нетрудно согласиться, ведь организовать монопоказ – дело не из дешевых. При этом шоу – такого рода закрытое мероприятие. Присутствующая тут персона – элита, которая не скупится на качество и размах, пока нашему Акиму удается поесть в ресторане всего за 500 сеньге. Айжан Канапина, Геннадий Лукин – Headliner.